Музыка Как поддержать боевой дух солдата? Первые упоминания о людях, которые следят за моральным состоянием и лояльностью бойцов, появляются в 16 веке. Это были комиссары итальянских наемных армий. Солдаты удачи славились тем, что в атаку ходили вяло и неохотно. Зато когда надо было бежать с поля боя, тут им не было равных. И только политработники могли заставить наемников отрабатывать свои деньги. С тех пор комиссары появились во многих армиях. Но на сегодняшний день в России и странах СНГ остались только заместители командиров по работе с личным составом. Это уже не совсем комиссары, но они также следят за боевым духом солдат. Наши коллеги Сергей Чураков и Иван Михайлов побывали в одном из подразделений белорусской армии. И в деталях узнали, как заставить солдат любить Родину. Утро капитана Дмитрия Орех сегодня начинается за пределами части механизированного батальона, в котором он служит. Сегодня полевой выход, а это значит марши и боевая стрельба. Чтобы встретиться с ним, мы вышли на полигон. Для многих бойцов первый выход в поле – это стресс. Капитану нужно пристально следить за их психологическим состоянием. Все-таки в руках новобранцев боевое оружие. Именно зам по идеологической работе – это то должностное лицо, это категория, которая призвана наиболее лучше знать человека, понимать его, и что-то предсказать, и помочь командиру в этом отношении. Найти нужные слова, некоторые уловить нотки. Нужные слова капитан Орех часто черпает из собственного опыта. Нередко приводит примеры из военного прошлого страны. Дед Дмитрия служил в разведке, поэтому к бойцам этой профессии у него особое отношение. Разведчик – это элита вооруженных сил. Разведзвод, он должен быть лучше, чем всегда в батальоне. И улыбаться надо почаще, Аксенов, все у тебя получится. На этот раз перед разведчиками сложная задача – совершить налет на лагерь своего же батальона. Так комбат решил проверить бдительность и подготовку часовых. А нападение знает только он и его заместитель. Каждого разведчика перед выполнением задачи нужно настроить, чтобы у него были воля к победе, чувство уверенности в собственных силах. Ну и с этими целями проводятся специальные психологические методики, тренинги, упражнения. Уже в 9 часов заставить старшего лейтената Дмитрия Науменко в рабочем кабинете практически невозможно. Каждый день расписан по минутам. Гарнизонная школа, дом офицеров, беседы с личным составом. Чтобы справиться со всеми задачами, порой и 24 часов недостаточно. Этот день офицер начал в библиотеке бригады, которая вскоре станет крупным хранилищем книг в гарнизоне. Для отдаленного военного городка это настоящее событие. Поскольку это будет центр идеологической и культурно-массовой работы, обслуживаться он будет не только воинскую часть, а всех жителей городка Заслонова, в том числе, возможно, даже гарнизона. Эта библиотека поможет в воспитании будущих воинов, прежде всего, учеников местной школы. Сегодня у капитана Науменко встреча с 11-классниками. В школе Дмитрий Науменко частый гость. Ребята его знают. Каждый его урок с изюминкой. Мы знаем друг друга, как просто люди, которые живут рядом, по-соседски. Поэтому где-то даже какие-то, может быть, серьезные вопросы, где нужна помощь, они решаемы. На танковой директрисе меньше слов больше дела. Здесь полная концентрация внимания и сосредоточенность на цели. И все-таки верное слово настраивает наводчика-оператора на меткий выстрел. Дмитрий знает, о чем говорит. Он сам неплохо владеет боевой машиной. Это позволяет офицеру общаться с подчиненными на равных. Танк, он вообще интересная штука. Едет тихо, спокойно. Да и стрельба с ним тоже происходит так же. Кстати, Дмитрий утверждает, когда досконально знаешь технику, можно психологически точно подобрать под нее человека. Так в рядовом Евгении Волкове офицер увидел будущего командира танка. Я вижу, что солдат бережно относится к своему обмундированию, форме. Он всегда аккуратно подшит, разглажен. У него начищена обувь. Будучи уже механиком-водителем, он точно так же будет относиться и к своей машине, на которой служит. Казалось бы, мелочи, но психологический портрет будущего командира составлен верно. Сегодня сержант Волков руководит лучшим экипажем батальона. Рысь-10, я Рысь-18. Движение в опорный пункт готов. Прием. Двух человек одинаковых нет, даже близнецы они тоже разные. Поэтому, учитывая особенности каждого человека, его индивидуальные, и правильно подсказывая, можно их максимально использовать. Гарнизонный дом офицеров практически никогда не пустует. Частые гости в нем и столичные коллективы. Например, драматический театр белорусской армии. Сегодня в зале «Аншлаг» посмотреть выступления артистов из Минска военные пригласили в весь гарнизон. Как-то найти пути, найти подходы, найти общие какие-то струнки души задеть, чтобы они действительно тебе поверили, они раскрылись, и чтобы можно было работать дальше эффективно и плодотворно. Съемки закончились поздно вечером. Наш видеоматериал, говорят офицеры, тоже элемент их работы. Пожалуй, с этим можно согласиться. Иван Михайлов, Сергей Чураков, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Союзники».